Привет, друзья! Я Александр Беляк. Рад вас приветствовать на своем канале. Мы продолжаем здесь читать книгу Псалтырь. Сегодня у нас 99-й Псалом. Напомню, что в рамках этого проекта мы с вами вместе пребываем в Слове, читая его, размышляя, оставляя комментарии под видео, применяя то, что нам открылось через размышления, и, конечно же, передаем Слово Божье другим людям. Если вы все так делаете, то тогда вы не просто читаете как-нибудь, но усердно делаете это. А Писание же призывает нас быть усердными в служении Господу, чтобы мы могли получить максимум благодати. Поэтому обязательно оставляйте ваши комментарии под видео, подписывайтесь на канал и распространяйте Слово Божье. Этот Псалом один из более ярких в серии Псалмов, говорящих о правлении Господа как Царя. Две его основные части – это призыв восхвалять Господа, с которого Псалом начинается, и призыв благодарить Господа. В заглавной надписи Псалом назван хвалебным, и, очевидно, его пели при принесении жертвы хвалы в храме. Заметьте, Псалмопевец призывает к энергичному и осознанному поклонению. Поэтому мы не можем прославлять Господа спустя рукава, но должны прилагать к этому старание и делать это по Слову Божьему. Прославляя же, мы должны размышлять о том, каким является Бог и кем Он является для нас. Чем лучше мы познаем, что Господь есть Бог, тем эффективнее мы в своей хвале. Он наш Творец, а не мы сами по себе получились. Мы Его народ и принадлежим Ему. Ну и, наконец, мы овцы паствы Его. Образ пастыря характерен для описания царей Израиля и Господа в Ветхом Завете, и это подразумевает глубокую заботу. Согласно Новому Завету, Иисус Христос является также пастырем для своей Церкви. Уверен, вы получите много благодати, когда будете читать этот Псалом, размышлять над ним. Ваша хвала увеличится. И это понравится, конечно же, Господу. И я ожидаю, что Бог будет благословлять нас каждый день и будет умножать свою благодать в наших жизнях. С вами был я, Александр Беляк. Благословений.